Привет, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я буду снимать свои волосы, потому что, честно говоря, длинные волосы на мне порядком под надоедают, тем более наручные, потому что их надо выпрямлять, смазывать маслицем, в общем, на них ставить, ухаживать, носить в распущенном виде, что я обычно никогда со своими волосами, когда они были длинными, я это не делала. Обычно я просто завязывала хвост и ходила так, вот, вот, и так как они уже немножко подлезли, они немножко под, ух, ужались у меня на голове, как ни странно, подсползли вверх, правда, это все из-за шапочки. И, наверное, теперь мой мастер, который наращивает волосы, шапочку делать либо не будет, либо будет, но не с таким натягом, потому что мне прям натянули, так натянули эту шапочку. Вот, короче говоря, вот, что у меня произошло, видите, у меня все подсползло вверх, у меня немножко туда спустился затылок, и тут там спустилась косичка, как вы видите, у меня уже довольно, ну, для меня на довольно расстояние от рослых волос, если вы увидите. Короче, вот, я продеваю пальцы тогда, потому что он проходит, вот, и так же с остальными волосами. И они у меня получается, что из-за того, что шапочка очень плотно села, она очень растянулась, и от того, что волосы отрастают, они на шапочке ползут вверх, из-за того, что они с ней сшиты. Вот. Господи, какой ужас. Ну, в общем-то, я довольна этим наращиванием. Правда, мыть голову приходится шампунем, ну, ты наливаешь шампунь, короче, какую-нибудь емкость, лучше бутылку из-под какого-нибудь старого шампуня пустую. Да, короче, фигачишь воды многом, взбалтываешь это, и вот этим всем промываешь голову. Кстати, еще один маленький нюанс, это то, что промазать маслом лучше до и после того, как ты упрямляешь волосы. Упрямлять волосы надо хотя бы каждое утро. Ну, хотя бы каждое утро. Ну, в идеале, утром и вечером. Короче, если ты расчесываешь волосы, потом ты их промасливаешь и выпрямляешь, они тоже выпрямляются очень хорошо, и потом легче расчесываются. Но мастер говорит, что их надо сначала расчесать, потом выпрямить, потом промаскивать. Я же попыталась сегодня, по крайней мере, сделать так, чтобы... ну, не сделать так, как она говорит. Для этого я промасливала до того, как выпрямлялась, и немножечко после. Ну, типа, чтобы концы были нормальными. Вот, и все шло на вместо. В принципе, и так, и так на вместо, но попробуйте два способа. То есть до того, как будете упрямляться, и после того, как будете выпрямляться, промаслить волосы. Вот, и выберите из этого наиболее оптимальный для себя вариант. Также, когда вы моете голову, надо... надо пончики и длину мазать кондиционером. Кондиционер для волос... любой. Любой абсолютно. Ну, просто для того, чтобы они... чем-то облаклись. И, в принципе, после этого они тоже выглядят норм, как после выпрямления сушить. А, кстати, вот. Мой голову надо только запрокинуть ее назад. Не помню, я говорила вам или нет. За ценой такого наращивания это к моему мастеру. Это все к моему мастеру. Ссылку я на него оставила в предыдущем видео о волосах. В принципе, я оставлю ссылку на него еще раз. Вот. Я-то сам не знаю, меня наращивают обычно бесплатно, потому что я иду как модель. То есть на мне пробуют разные наращивания, разные варианты причесок. Вот. И я тебе за это не плачу. Еврей про скил. Просто. А? Вот. И сушить волосы тоже надо так, чтобы они были... Ну, чтобы они не уходили вперед. То есть не надо запрокидывать голову вперед, надо запрокидывать ее назад. Туда. Туда. Все. Все назад. Все назад, и тогда все будет хорошо. Вот. И когда вы накрываете ее одеялом, господи, полотенцем, это же какое-нибудь махровое полотенце, которое впитывает хорошо влагу. Вот. Вы ее, в общем, вот так накрываете. И можете, в принципе, сзади сделать вот такой, как... Ну, как чурбарный... Чурбарный. В общем, когда вот так вот получилось, пожалуйста. Вот. И тогда тоже, в принципе, нормально высыхает, и ничего с ними экотичного не происходит. У меня они сохли, по-моему, час-два часа, так что это, в принципе, терпимо. Люди на улицах, что самое... Вот, что самое занятное, в отличие от каниколона, даже в отличие от натуральных волос, люди на улице не замечают, что это фибра, не замечают, что это синтетика. То есть, когда вы ходите с распущенными волосами, именно с распущенными волосами, или так, чтобы у вас, ну, кромка ваших волос была закрыта, вот эти волосы выглядят как натуральные. Извините за вот эти А... Я опять это сделала, господи! Короче говоря, просто чтобы сформулировать мысль, мне не хватает немножко времени, поэтому я АПаю. Извините, я от этого тоже постараюсь отмечаться. Такие дела. Вот, в общем, давайте начнем срезание этих волос с нашей головы. Для этого мне понадобятся вот такие вот ноженки. На меня три вида ниток, поэтому я буду делать это очень-очень долго. Но, 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 короче, в конце я вам скажу, сколько во времени меня это заняло. Если вы видите, а вы не видите, скорее всего, тут пришито белыми ниточками, и оно пришито к шапочке и к волосам. Вот, и вот эти ниточки я буду сейчас обрезать. Этот процесс я вам, скорее всего, показывать не буду. А может, как будет? Не знаю. В общем, мне в этом будут помогать, потому что сама затылки я не срежу. А на затылке у меня уже... О, чё ты что, творится? Нет, одну нитку я там уже нащупала, и она просто взяла и распустилась. Сейчас. Ну, сорян. Короче, на затылке у меня в бок фонарий сейчас творится. Вот, я держу нитку. Я держу нитку. Нанью зелочек. Короче, я просто сделаю вот так. А, это коричневая нитка. Это нитка, в которой были у меня пришиты волосы. О, сорян. Чё поделать? Не на что клеить, извините. Вот, короче, давайте я сниму и покажу, что у меня происходит с головой. В принципе, вы поняли, что я всё это буду срезать. Я срежу сначала волосы, потом включу камеру, покажу вам, что у меня на голове творится на данный момент с сеточкой. А, да, кстати, я забыла сказать, что относила у меня волосы месяц. А, там плюс-минус день. Потому что, ну, честно говоря, я повторюсь, мне просто поднадоели длинные волосы. Их можно относить и больше, и, в принципе, если вы сделаете не такую резкую челку, как у меня, их относите гораздо дольше. Это я вам могу гарантировать, наверное, даже. Вот. И... И так, я выяснила, что в одну морду всё это у меня срезать. Так, короче, на мне шапка. На мне шапка. И у меня ещё, походу, где-то сшито волосы. Вроде как. Шапку я сейчас тоже буду срезать. Наверное, не сама, но... Попробую сама срезать. Надеюсь, свои волосы я не отрежу. Это будет крайне печально. В общем, вот, что у меня творится. И мы ещё с вами встретимся после того, как я сниму шапку и расплиту эти волосы. Посмотрим, насколько я буду барашком. И так вот, что у нас пока получается. Вот здесь нитки, даже выпавшие... Вот здесь нитки и даже выпавшие, и даже срезанные мои волосы. Ого! Пострадавшие, так сказать, в процессе. И расплетаю я с помощью вот такой вот иглы. Конечно, не острым концом, а ушком. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тот кусок, где я срезаю волосы Потому что у меня села камера Внезапно она села То, что сохранилось, это вообще Непригодно 15 секунд и 15 секунд Вообще ничего не дадут Вот Короче Дело к ночи, ребятки Наращивайтесь у хороших людей Ссылочка в описании, опять же, да? Снимайте все это Тоже у хороших людей Не рискуйте сами, потому что Я уже сказала все И всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока!